dark store dark kitchen все это на уровне прототипов и мы понимаем что в ближайшие годы как раз вот там будет битва в принципе невозможно физически обойти всем привет с вами андрей жук за рамками ритейла сегодня мы продолжим рубрику ритейл в деталях рубрика в которой мы говорим о инсайтах о трендах и актуальной информации на нашем рынке сегодня в гостях в компании идентий николай чумак елена коронотова сооснователи идентий которые посетили еврошоп еврошоп это выставка которая проходит в диссельдорфе каждые три года и сегодня мы поговорим о инсайтах которые были на этой выставке привет 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 расскажите о выставке это выставка которая проходит раз в три года и я так понимаю что она создает большое количество трендов инсайтов на будущее на будущие три года ну на самом деле еврошоп это наверное самое большое событие в мире с точки зрения количества участников с точки зрения количества стран с точки зрения того какого рода сегменты рынка на ней показаны ежегодно в не участвуют около 100 тысяч участников и 140 стран приезжают визитеры и 60 стран представляет свои стенды и ключевая особенность в том что почему мы посещаем эту выставку что за 5 дней есть возможность увидеть в принципе весь рынок в международном масштабе увидеть куда движутся страны увидят куда движутся технологии куда движется в принципе маркетинг в ритейле и поэтому это такое концентрированное событие проходит она раз три года именно потому что оно очень дорогое по затратам но зато есть возможность увидеть такой срез всего рынка скажите о масштабе насколько это большая выставка я так скажу если вы специалист какой-то конкретно сфере то вам достаточно пару дней чтобы обойти вашу сферу например если она связана с технологиями или торговым оборудованием или дизайном или технологическим оборудованием но так как мы изучаем ритейл в принципе смотрим все все его составляющие то за 4-5 дней довольно проблематично физически это обойти особенно если вы совмещаете с какими-то встречами нетворкингом общением с коллегами то это довольно довольно сложно поэтому можно рассчитывать силы я был 6 лет назад на выставке я человек любознательный я решил пройти выставку посмотреть и я хочу сказать что я проводил аналогии в еврошоп по размеру это примерно 18-20 стадионов олимпийских ее в принципе невозможно физически обойти еще меня поразило количество машин на парковке парковка на 18 тысяч машин да 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 это еще мы мы парковались и потом еще целый там челлендж если там не дай бог дождь или ветер еще дайте на автобус ну да ну так парковка да это отдельная история но на самом деле с точки зрения масштаба тут еще такой момент что если мы говорим о каких-то визуальных коммуникациях то их можно увидеть в принципе ну как бы проходя время стенда в это не занимает много времени а если это какая-то технология тебе нужно углубиться понять как она работает если это какой-то например специфический стенд крупного производителя оборудования или решений и там на самом деле очень много внутри каких-то таких мини зон а каких-то особенных процессов для этого там проводятся например гайды туры такие экскурсии то ну вот честно нам каждый раз мы ездим вот нам там 45 дней не хватает хотя мы там делимся на две-три части стараемся параллельно ходить плюс там еще важный момент что параллельно проходит 8 конференции такие небольшие внутренние события посвященные своим темам и ежедневно или все ежедневно параллельно в восьми разных локациях они по темам разбиты и есть несколько таких сцен которые привязаны к какому-то направлению там допустим дизайн или энергосбережение или ритейл-маркетинг они тену да и ну то есть разные темы и они идут параллельно 600 спикеров одновременно как бы выступают поделитесь для нашей аудитории инсайтами мы все ждем да ну что интересно мы действительно самые разные мероприятия посещаем и поэтому мы видим то что происходит в мире ритейлов динамики причем в разных странах мы были и на предыдущем еврошопе на других выставках европе и на нрф в соединенных штатах вот это что мы видим сейчас во всем мире это то что компании и ритейлеры и компании которые разрабатывают решение для ритейла они находятся в поисках новых бизнес-моделей новых сервисных моделей историю ту начал amazon запустил amazon go в семнадцатом году в январе семнадцатого года через три дня после это открытия этого магазина мы были все эти чтобы посмотреть но amazon аппарат понадобилось ровно три года для того чтобы этот магазин открыть для всех покупателей это до сих пор они испытывают проблемы с регулятором и amazon эта компания которая имеет но по сути не ограниченные возможности в по рэнди сфере но тем не менее для и даже для них это сложно это что мы видим после вот этого первого открытия да это то что во первых большое количество компаний бросились в эту сферу и изобретают различные решения и идеи по двум направлениям во первых как сделать так чтобы покупатель смог сам купить без помощи персонала то есть выбрать получить нужную информацию про взаимодействовать с брендом и второе чтобы он мог самостоятельно рассчитаться без привлечения персонала то есть эта история про то как с одной стороны уменьшить при сохранении контакта с брендом уменьшить количество персонала потому что люди стоят очень дорого а с другой стороны как уменьшить площадь магазинов потому что все базовые статьи затрат в ритейле как аренда освещение коммунальные услуги персонал они привят очень сильно зависит от от площади привязаны практически и поэтому скорость важно для потребителей и или чего скорость банки да да и абсолютно вот как мы уже с тобой обсуждали что люди не хотят ходить в большие магазины действительно бум магазинов у дома и это все приводит тому что ищут новые идеи как в 50 метрах продавать то что раньше продавали 200 как в 100 продавать то что раньше 1000 это и умниканальность это различная экосистема состоящий из тележек различных сенсоров камер сканеров как это все связано со смартфонами с примерочными суммами полками с электронными ценниками то есть это не про какие-то технологии идет поиск именно вокруг создание целых экосистем и что очень ценно что мы увидели именно здесь дюссельдорфе в этом году это то что от разработки каких-то технологий как бы в общем вокруг этой темы самообслуживания self check out а и магазинов будущего компании перешли к разработке решений для конкретных сегментов потому что есть например дискаунтер есть fashion магазина есть магазина у дома есть магазина 24 часовые которые как большие вендинговые автоматы есть магазины какие-то специфических сегментов там diy например электроника дрогари кондитерка да есть абсолютно новые форматы которых еще три года назад не было dark store где курьеры приходят забирать сформированные заказы из интернет магазинов то есть появились самые разные форматы новые и компании прямо демонстрируют вот это речь идет о такой логистической точки да да но 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 компании которые разрабатывают форматы для ритейла они разрабатывают форматы для dark store это тоже разновидность ритейла и уже работают dark kitchen да а мы видели мы видели dark store да то есть это логичное развитие этой темы и мы увидели что лидирующие в мире компании по разработке этих моделей они ушли уже прям формирование вот этих нишевых решений но при этом тоже что явно видно что нету пока никакой действительно рабочие на сто процентов модели все это на уровне прототипов это очень интересно и мы понимаем что в ближайшие годы как раз вот там будет битва и кто-то изобретет что-то действительно работающие на сто процентов но пока этого еще нету и это очень сильно возбуждает интерес к этой теме возможно в украине уже есть и наверно много dark store да это онлайн ритейлеры которые отгружают онлайн да действительно так что еще ну я хотела еще добавить такой момент что вот на чем мы закончим николай что на выставке было очень много таких решений которые или откроются через месяц или открылись его месяц назад то есть на самом деле очень такая вот ну живая атмосфера была с точки зрения того что решения все вот-вот рождаются и по сути там нам реально там называли места куда можно ну там не знаю через месяц пойти посмотреть уже да 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 продолжим мысль николая что с точки зрения решений в этот раз мы заметили что гораздо больше сконцентрировано на потребностях ритейлера то есть если раньше например стенд крупного разработчика представлял собой просто такую выставку достижения народного хозяйства вот у нас полки вот эти решения вот еще что то то сейчас это видно что вот как в b2b сегменте тоже пошли навстречу как бы вот покупателю до ритейлеру заказчику и формируют уже под его задачи вот эти разные сегменты магазина разные какие-то сценарии которые необходимо ритейлеру решать и внедрять и это было вот для нас важно в чем еще фишка еврошопа что ты как бы за несколько дней видишь фактически весь рынок и как мыслят ключевые разработчики потому что ты как бы через сайт через общение ты не увидишь а тут у тебя как бы вот все на ладони и ты видишь что на самом деле вот есть такое выражение great minds think alike то есть реально вот прямо несколько стендов которые ну не грубо говоря не дублировали друг друга но подход был понятен и это очевидно что сейчас вот эти кастомизированные решения для дроггери для dark store of для diy что вот все крупные разработчики мировые вот так вот двигаются в этом направлении окей какая делегация была из украины сколько человек я думаю что в этом году больше чем мы видели наверное практически всех наших клиентов и это были и оффлайновые ритейлеры и и коммерс компании это очень хорошие сервисные рынок наш до развивается да скажите стенд modern expo это было действительно больше тысячи квадратных метров я думаю что да ну наверное один из самых больших да это здорово компания из украины да и 10 наверное точно интересно что когда мы в коммуникации с коллегами говорили что мы из украины то украину ассоциирует с этой компанией что говорили а это вы из той же самой страны из которой modern expo то есть очень здорово что на мировой арене в этом бизнесе есть компании которые достойно представляют украину я правильно понимаю что украина это не просто зритель на еврошопе это непосредственный участник и часть еврошопа даже тут нет ни о чем спорить конечно во первых украина участников вторых украина украина как страна ну во первых помимо modern expo были и другие экспоненты и украина как страна хорошо известна в ритейл мире да потому что украинские ритейлеры они часто выступают примерами для европейских компаний да то есть мы это не касается еврошопа но мы работаем на разных странах и мы к нам только в этом году приезжало три делегации из других стран которым которых мы водили по украинским магазинам и показывали их как классные примеры и эти коллеги из других стран говорили что просто они таких магазинов где не видели как в украине поэтому нам во первых есть что показать на еврошопе с другой стороны есть что купить там и поэтому украина точно серьезно и мы как раз это изучали именно для того что почему все эти дни усиленно ходили изучали различные стенды решения технологий хотя казалось бы мы как компания разрабатываем физические форматы да там нас таки маркетинг архитектуры дизайна бизнес-процессы но мы углублялись гораздо больше и дальше изучая все что связано с логистикой все что связано с менеджментом все что связано с технологиями электронной полкой учетом и так далее потому что наши заказчики в украине имеет не один не два их ну там десятка не имеет такие запросы и даже если например кто-то там не смог поехать по каким-то причинам но у них есть запросы и мы как условно для них на будущее изучали технологии там брали там какие-то каталоги общались с компанией потому что мы знаем что из украины есть запрос на технологии которые были представлены на еврошопе у самых передовых компаний в принципе мы видели там практически всех своих клиентов это при том что мы не договаривались с ним со многими о встрече там просто не было для этого времени но спонтанно все но спонтанно из 100 тысяч среди 100 тысяч людей мы встретили там пару десятков своих клиентов и что было интересно многие большая часть этих компаний ритейлеров украинских они приезжали целыми командами три пять семь человек то есть это сознательная поездка для того чтобы получить какие-то новые идеи инсайты и это означает что нас ближайшее время наш ждет такой апгрейд уже с помощью новых идей решений очень интересно в том числе благодаря вашей работе работе лены полностью согласен что в ритейле нет мелочей и как раз наша рубрика называется ритейл в деталях и в ритейле все имеет значение это очень важно и компания которая создает концепты магазинов она должна безусловно понимать во всех бизнес-процессов но кстати с точки зрения деталей много было интересных моментов то как мы ожидаем что магазины будут создаваться в будущем в первую очередь это абсолютно модульность взаимозаменяемость такая мобильность я бы сказал всего что находится в магазине да то есть вот до того что были компании которые даже инженерные сети которые мы знаем там супермаркетах эти холодильники различные трубы вентиляции все это прокладывается так очень хардова да то есть компания которая предлагает это все подключать исключительно через потолок например это маленькая деталь но которая позволяет планировку магазина менять за за один день без каких-то инженерных манипуляций и больших затрат это практически когда весь ритейл на колесиках когда мы все можем как подвинуть поменять да но это было реально вот посреди это вот явно голове гораздо больше по сравнению с прошлом это то что мы это то что я видел японских универмагах 15 лет назад когда они уже делали все мобильное вот мы до этого дошли это огромное количество интересных идей с точки зрения материалов то есть вот в этот еврошоп он точно дал очень много идей тем кто занимается непосредственно дизайном самые немыслимые сочетания материалов очень много ресайклинговых материалов которых с которых делаются полки пост материалы манекены все что угодно невероятное количество идей по освещению мы видим что лет технология уже победила вы с этим никто не спорит теперь лет этих технологий начинает идти опять же в нише решения для подсветки fashion для подсветки и ювелирных изделий для электроники и я был свидетелем когда 40 минут представители розничной компании обсуждали на стенде с поставщиком света про то как правильно подсвет подсвечивать овощи да мы знаем что овощи нужно подсвечивать одним светом мясо там другим сыр третьим хлеб четвертым но разговор идет про то не просто про то что овощи нужно подсвечивать специальным световым спектром а про то что капуста это один спектр картошка это другой помидоры 3 то есть уже идут в такие нюансы и поэтому для компании которые проектируют магазины которые дают какие-то технологические дизайнерские решения эта выставка точно дала невероятное количество новых идей и вдохновения добавлю к теме света и принципе некоторых аспектов выставки что мы заметили что сами стенды они же сами по себе являются еще и тоже ретранслятором трендов и мы увидели что очень много немножко стендов с освещением осуществляться очень дорогая инвестиция в магазина и нужно продавать правильно чтобы люди понимали мы заметили что если раньше освещение было исключительно какая-то эмоция и какие то там яркие впечатления то сейчас очень много например на этих стендах образовательных моментов как работает тот или иной свет как он взаимодействует как они взаимосвязаны подробности про светильники то есть это еще очень сильная образовательная функция для рынка именно потому что вот в освещении сейчас уже все идет в деталей все идет для того чтобы максимально хорошо взаимодействовать с продуктом и сделать его более продаваемым за счет световых сценариев ритейл в деталях не переключайтесь николай можно еще о инсайта которые вы увидели и услышали они в рашопе в этом году мы видим стремление к эффективности эффективность с увеличением конкуренции с увеличением запросов покупателей с развитием новых технологий в которые компаниям приходится инвестировать эффективность стала действительно острым вопросом и мы видели огромное количество деталей которые позволяют компаниям на чем-то экономить экономить на персонале экономить на торговом пространстве например уменьшая толщину каких-то там стоек делая оборудование мобильным как экономить место при трансформации магазина это самые различные решения но они все про экономию пространства вплоть до экономии пространства на полках например это не это про то чтобы полки не были пустыми этим пространством нужно как-то управлять большое количество разных решений умных полок сенсоров камер которые позволяют в онлайне компаниям видеть состояние полок проводить переучет контролировать мерчендайзинг но в итоге это все про то чтобы использовать меньше места и использовать его максимально максимально эффективно да большое количество технологий которые помогают ритейлерам буквально в режиме реального времени знать и контролировать движение товара от логистического центра до полки где товар находится почему не доехал или почему там out of stock то есть это все большое количество процессов технологии по сути магазин сегодня как есть такая технология умный дом вот это умный магазин когда все абсолютно объединено все все его аспекты и контролируется онлайн и еще следующая история это про то что все визуальные коммуникации пост материалы информирование о цене об акциях они уходят в цифровые носители причем это не просто экраны которые заменяют постеры это уже электронные ценники это шелф-токеры которые превратились маленькие экраны по сравнению с тем что мы видели три года назад эти шелф-токеры стали интерактивными то есть информирование об акции происходит не через постер в витрине которые печатаются на бумаге а через шелф-токер который на котором можно нажать кнопку на экран и получите информации больше еще про этот товар получить специальное предложение этот же шелф-токер имеет датчики которые информируют о том что полка пустая например случай если товар купили там пусто то есть это коммуникация которая очень сильно интегрировалась в торговое оборудование это не нечто что навешивается на него и занимает место это то что стоит непосредственно рядом с товаром или то на чем стоит товар и эта коммуникация она подсвечивает внимание именно к товару это такой очень момент важность точки зрения опять же экономия ресурсов и концентрации внимания покупатель непосредственно на товаре из любопытного поскольку уже перешли к теме внутри магазина то что мы наблюдали достаточно много предложений о том каким образом распознавать свою целевую аудиторию которая уже зашла в магазин всевозможные камеры датчики сенсоры которые там считают возраст рост пол вот про рост и только не поняла зачем то что мы видели что решений много и на нрф такого было очень много в сша но во-первых проблемы с точностью то есть мы прям специально хотели проверяли разные пробовали считывает и возраст и и все остальные вещи не очень хорошо но точно вот это вот персонализация возможность взаимодействовать с конкретным человеком который зашел как это связано еще с полкой с погодой на улице с и какими-то акциями возможностями мы видим что все к этому идет к тому чтобы это соединить и связать да в конце концов все что все функции магазина кроме физического представления товара должны перейти в смартфон это мы понимаем это наверное все понимают но пока еще никто не разработал систему как именно она туда перейдет и поэтому несмотря на большое количество технологий даже разработчики этих технологий сами говорят что например умные тележки или какие-то терминалы с которыми покупатели могут ходить по залу что-то сканировать это лишь промежуточная технология которая просто подготовит к тому чтобы все таки все ушло в смартфон поэтому мы это все ждем и нас ждут точно интересные годы что по поводу эмоций а вот с эмоциями было очень интересно с точки зрения того что в принципе даже сами стенды каким образом они были представлены это же по сути такие мини магазины b2b на как бы таком торговом центре на 100 тысяч человек и история была в том что интересно было таким образом компании конкурируют за внимание 100 тысяч человек да потому что невероятный поток невероятной интенсивности нужно было выделиться и мы наблюдали что в принципе сами компании далеко не все игроки рынка понимают каким образом привлечь внимание посетителей и для нас было особенно интересно посмотреть каким образом они как бы втягивать этот входящий поток аудитории и конечно с точки зрения дизайна с точки зрения всевозможных интересных фишек начиная там не знают бармен шоу каких-то хореографических историй заканчивая элементарным как бы так или иначе мы люди и важно быть сытым и идти на вкусный аромат и например очень большие в обеденное время несмотря то что например холодильники это такой ограниченные стенды для ограниченной товар да для ограниченного числа целевой аудитории тем не менее в обеденное время для того чтобы холодильники хорошо представлять и нагонять трафик там было очень много всевозможных каких-то закусок и так далее например сейчас производители холодильного оборудования так немного возвращается к эффективности разрабатывать технологии как сделать так чтобы мерчендайзинг был открытым но при этом энергосбережения не уходила не давала больших проблем то как еще покупатель этих холодильников если не через правильной температуры просека показать как работает технология окей спасибо за сегодняшние инсайты я хочу подрезюмировать и я сегодня услышал много интересного я услышал о том что появляется и работают black store и я услышал о том что ритейлеры стремятся к эффективности эффективности в первую очередь в новых технологиях которые позволят нам с вами экономить наше время а ритейлеру экономить затраты на нас ресурсы на заработную плату я сегодня услышал по поводу эмоции эмоции правят баллом и путь к покупателю лежит через его и желудок я сегодня услышал о том что магазины становятся умными smart house у нас это smart retail окей в пенель ритейл ритейлера классический самая большая затрата это затрата на арендную ставку я уверен что в пенеле вашей компании самая большая затрата это на поездки на выставки и вы буквально живете в самолете можете рассказать для чего это что это вам дает и вы просто ну невероятное количество выставок посещаете и вы много насыщаетесь расскажите это действительно так что в пенеле у вас поездки номер один в затратах на самом деле обучить статья обучение очень важна и мы учимся и за рубежом и в украине тоже потому что мы расширяем это у вас education и на самом деле важный момент это то что мы всегда если мы куда-то летим или будет там едем на конференцию всегда с определенными задачами с одной стороны под проекты наших клиентов с туда куда они собираются расширяться или на какие-то смежные рынки мы ездим это ходим изучаем а второй момент это то что мы всегда смотрим немножечко за рамки шире чем просто ритейл чем просто технологии чем просто покупатель именно потому что классные идеи не лежат на стыке мы это называем такой кросс индустриальный опыт когда мы много учимся онлайн научимся у смежных дисциплин и приносим это в работу и у нас есть ключевые и мероприятия ежегодные или вот который раз три года проходит который мы постараемся посещать есть обязательные страны к посещению где ритейл развивается ну таким более активно более активными шагами и мы очень рады что мы считаем что какую-то свою лепту несли с точки зрения того что мы показываем что обязательно нужно входить за рамки своей страны чтобы развиваться идти впереди свои отрасли и ездить смотреть на передовой опыт и самое главное задавать себе правильные вопросы то есть не просто как бы ты ходишь по торговым центром а ты знаешь куда смотреть на что обращать внимание с кем сдружиться за партнериться за рубежом чтобы тебе показали какие-то инсайты провели там не знаю в недоступные обычным людям места там не знаю как сейфовая комната банковского отделения там или какую-нибудь бэк-офис для того чтобы потом привести эту экспертизу в украину и развивать локальный рынок лучшими мировыми практиками принципиально важно это изучать самые разные категории даже если вы работаете только фэшн или только в fmcg невозможно получить очень серьезный импульс для развития изучая исключительно эту сферу поэтому мы смотрим самые разные сферы всех призываем смотреть действительно на разные сферы можно ездить на конференции по страхованию или на конференции по логистике на медицинские мероприятия для того чтобы увидеть чем живут индустрии потому что тогда вы поймете что для этой индустрии нужно много идей на пересечении абсолютно да да и важно еще что мы как физические существа мы исключительно через свой личный опыт некоторые вещи воспринимаем то есть невозможно понять как работает магазин смотря на фотографии изучая фотографии поэтому когда что-то открывается мы по возможности едем прямо и смотрим да открылся amazon.go мы едем смотреть amazon.go открылся какой-то торговый центр новый в сингапуре мы понимаем что там что-то экстраординарное мы едем туда изучать опыт открылся большой аэропорт в мире открылся самый большой аэропорт в мире у нас есть проекты с аэропортами мы едем получать опыт в аэропорт в этот аэропорт есть там открылся новый офлайновый магазин от интернет-магазина заланда в кельне едем туда то есть это постоянное движение которое которая помогает получать новые идеи, но они все находятся на стыке индустрии. Вот это самый важный момент. 2-3 апреля пройдет РАУ-экспо, вы активные участники ежегодной выставки. И мы как организаторы этой выставки, мы стремимся создать не всеукраинскую выставку, а выставку интересную для стран не только Украины, а и СНГ, и Восточной Европы. У нас есть шанс? 100%. Я скажу больше. Благодаря вашей выставке, она действительно знакомит и соединяет людей из разных стран, потому что мы познакомились с людьми, с которыми уже дружим странами, ездим друг к другу на мероприятия. И я лично для себя, когда мы делаем анонсы в наших каналах коммуникации, на ритейл-средах, мы называем это наш украинский евршоп. Да, он проходит не раз в 3 года, слава богу, а чаще. Но с точки зрения, я считаю, что с точки зрения тех, кто работает в рынке, и тех, кто хочет развиваться, это 2 дня, когда вот есть возможность увидеть классные решения, послушать классный контент, увидеть реально весь рынок, потому что часто бывает, знаете, живем в одном городе, работаем на соседних улицах и не можем полгода договориться о кофе. А тут есть возможность встретиться, переговорить, наметить планы, узнать, как у кого дела. То есть это на самом деле такой массив возможностей для тех, кто работает на рынке, которым просто нельзя не воспользоваться. И важно видеть, как мероприятие развивается от года в год, что оно становится более масштабным, более интересным с точки зрения экспонентов и контента, деловой программы. Это действительно супер. Хорошо. Николай, Елена, спасибо за сегодняшнее общение. Да, нашим зрителям я рекомендую подписаться на канал. И если можно, напишите в комментариях, какие выставки вы посещаете, какие выставки вы рекомендуете к посещению. Нам очень интересно, и мы их внесем в программу, если мы их не посещаем. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова